МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Дорого живем. Какие перспективы развития жилищного строительства в Сарове? 50 тысяч рублей с понедельника семей мобилизованных начали получать выплату ко Дню Народного Единства. Открыли сезон. Саров скрестил клюшки с давним соперником командой Старт и Станшаева. Далее расскажем обо всем подробно. Дорого живем. Цена за квадратный метр в Сарове одна из самых высоких в регионе. Решить вопрос можно с развитием жилищного строительства в городе. Но где строить и когда это будет возможным? Ответы на эти вопросы искали депутаты на очередном заседании Думского комитета. Саров в лидерах Нижегородской области по стоимости жилья. Цена за квадратный метр здесь одна из самых высоких в регионе, отметил Леонид Бородулин, заместитель главы города, на заседании Думского комитета. Причина для всех очевидна и понятна. Высокий спрос при почти отсутствующем предложении. В июне в Сарове утвердили новый генплан, и в нем обозначены зоны для жилой застройки. Район технопарка, северные территории и уже известные зоны 1А и 1Б. Но рядом с технопарком построят малоэтажное жилье для нужд НЦФМ и МГУ. А северные территории начнут осваивать не скоро. Единственный вариант для массовой застройки – 1А и 1Б. Количество людей и параметров определены. Сейчас мы ищем механизм, как же все-таки начать его реализовывать. Дорогу мы проложим, какие-то коммуникации проложим. Участки все, в принципе, большинство участков уже стоит на кадастровом учете и под жилищное строительство, и для многодетных, и для социальных объектов. То есть работают тоже проявления, на кадастре половина этого района уже точно стоит. Пока все упирается в механизмы реализации участков под социальное жилье. Но есть участки под коммерческое строительство. И, по словам чиновников, начать строить на них можно буквально в ближайшие месяцы. И в скором будущем планируют объявить аукцион, чтобы определить инвесторов. Правда, пока речь идет о точечной застройке небольших участков за новой поликлиникой. Там у нас много же участков, достаточное количество, поэтому мы будем выходить, то есть начинать развивать дальше территорию за поликлиникой. То есть пусть в новую? Да. По словам Леонида Бородулина, дома за поликлиникой могут быть подключены к существующим сетям. Для дальнейшего же строительства потребуется и глобальное развитие инженерной инфраструктуры. Там есть сложности с инженерной инфраструктурой. Потому что, на самом деле, допустим, сейчас мы на начальном этапе можем приступить к реализации, допустим, участков, которые находятся на севере, высотные. Ну, здесь вот на картинке это нижняя часть. И энергетика позволит это сделать. Но в дальнейшем это очень острый вопрос. И там где-то в районе 1,2-1,5 миллиарда стоимость всех сетей. Потому что, вернее, даже в этом расчете отсутствует стоимость реконструкции сети по улице Силкина. Реконструировать ее надо. По итогам заседания депутаты уже традиционно создали рабочую группу, в которой будут обсуждать вопросы развития жилищного строительства в городе. Единовременную выплату 50 тысяч рублей в связи с Днем народного единства получат мобилизованные в Нижегородской области. Такое решение принял губернатор региона Глеб Никитин. Деньги перечислят с 7 по 13 ноября. Кроме того, добавили еще один вид поддержки. Семья мобилизованного при среднедушевом доходе ниже величины прожиточного минимума будет получать ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. Чтобы понять, в чем нуждаются сами мобилизованные, глава региона встретился с ними в двух воинских частях – Кстовском и Володарском районах Нижегородской области. Отдельно поговорил с Алексеем Гнидиным из Сарова по вопросу организации проводов из его родного города. На коленники привезли? Так точно. Точно? Вчера разгружали. Что у нас там еще? Плащ-палатки, сапоги, перчатки. Все есть. На самом деле будем и дальше довозить. Будем уточнять, что как, что не хватает. Поэтому если что-то не забыли, не материться, не ругаться, сказать, так, ребят, вот этого еще не хватает. Мы же здесь не находимся, мы же не знаем, там все до конца не можем понять. Всякое бывает. Кто-то может не со зла что-то не заметить. Не возмущайся. Все будет хорошо. Все, буду теперь. Удачи тебе. Давай. С главным живым здоровым. Вопрос поддержки саровских мобилизованных губернатор также обсудит с главой города Алексеем Сафоновым. 8 и 9 ноября саровчане услышат шум сирены в течение минуты. В эти дни планируют запустить проверочный сигнал. Внимание, всем сообщает управление по делам ГОИЧС. Проверочный сигнал в эти дни запустят и в эфирных каналах теле- и радиовещания. Жителей просят сохранять спокойствие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Гимн России будет звучать при заключении брака в ЗАГСах региона с 4 ноября, сообщили в Главном управлении учреждения по региону. Инициатива приурочена ко Дню народного единства. Однако, если пара не захочет использовать гимн в торжественной церемонии, его включать не будут, сообщили в Саровском отделении ЗАГСа. Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 3 декабря. Он простоит на Московском вокзале с 11 до 15 часов. Посетителей в это время ждет праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Новогодний поезд представляет собой передвижную резиденцию главного зимнего волшебника в составе 19 вагонов. Салон-приемная, вагон-сцена, вагон-сказочная деревня, вагоны-рестораны, вагон-лавка. День 7 ноября – Красный день календаря. Долгие годы День Великой Октябрьской Социалистической Революции был национальным праздником. В начале 2000-х его упразднили, но некоторые до сих пор выходят на улицы с транспарантами. А что знают о Красном празднике, саровчане узнала наша съемочная группа. 7 ноября в России отмечают 105 лет со дня Великой Октябрьской Революции 1917 года. Долгие годы этот праздник был государственным. В городах проходили торжественные демонстрации с флагами, шарами и цветами. Праздник был поистине народным. Но с 2005 года 7 ноября стал рабочим днем, а праздничным вместо него стало 4 ноября – День народного единства. Но многие отдают дань памяти Дню Великой Революции и по сей день приходят к памятнику вождюц с цветами каждый год. Вот только в этом юбилейном году постамент с Лениным пуст. Интересно, помнят ли саровчане что-то об этом дне, или исторический праздник канул в лету вместе с фигурой Владимира Ильича? Какой праздник сегодня отмечаем? День 7 ноября – красный день в календаре. Посмотри в свое окно, все на улице красно. Не знаете, к сожалению, нет. А про Октябрьскую революцию что-то слышали? Ну, что-то примерно слышала. День Октябрьской революции. Круто. А что знаете об этом празднике? Празднике? Да. Нет, слушайте, в этот день случилась в Петрограде на тот момент Великая Октябрьская революция под руководством Владимира Ильича Ленина. Таким образом было свергнуто Временное правительство и провозглашена новая социалистическая республика. Сегодня день образования СССР во первых. И сегодня еще день ноябрьской революции, по-моему. Октябрьской. Октябрьской, да. Октябрьской. Может быть, кто-нибудь знает, 7 ноября какой праздник? Все убежали, а надо отдуваться. 7 ноября какой праздник? Исторический. Там про революцию что-то было. Это детство, юность, зрелость, демонстрация, карнавал вообще, общение. Лучше бы не переносили с седьмого на четвертое. С седьмого лучше, да? Все-таки дата ближе и событие как бы поближе по времени и как бы более значимое. Мы в парад ходили. В Москве был парад и здесь ходили на митинги. Так что это все помню. А без Владимира Ильича на постаменте праздник или не праздник? Ну, диковато. Как-то привыкли, чтобы он всегда везде был. Мы все знаем, мы из старой закалки. Так что здесь все в порядке. Парад был, здесь вот демонстрация была. То есть в Москве парад был. То есть прям торжественно. Очень торжественно. И салюты даже были когда-то. Но это давно. Наши в Артеке в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» попали сразу четверо юных саровчан. А Дарья Чумакова, ученица школы номер 11, стала победителем в категории 8 и 9 классы. Что такое «Большая перемена» и чем Дарья покорила жюри, расскажет наш следующий репортаж. Дарья Чумакова учится в 9 классе 11 школы. Поэтому во взрослой категории конкурса выступает первый год. Однако опыт участия в проекте «Большая перемена» у Даши уже был. Девушка получила статус полуфиналиста в 2021 году. И это стало ее стимулом доказать всем, что она может лучше. Для категории 5 и 7 класса была представлена карта, в которой мы помогали. То есть больше игровой формат. А 8 и 9 он был мне ближе по духу, потому что я являюсь разработчиком социальных проектов. И мне было это в кайф делать. Всего в конкурсе 4 основных этапа. На первом нужно творчески и креативно представить себя и свои достижения. В рамках второго тура участники придумывают проект. Даша выбрала вызов «Делай добро». Поэтому в рамках своей инициативы она будет проводить мастер-классы в детской поликлинике для ребят, ожидающих приема у врача. В полуфинале конкурсанты обсуждали экономические проблемы региона. А в финале выбрали тему 2023 года. Тема кейса была, на мой взгляд, очень важной для нас. Это тема наставничества. Мы разработали приложение, защитили его успешно, все расписали. И в дальнейшем, если это заинтересует организаторов, они его реализуют. В Артеке в финале конкурса собралось 1500 человек со всей России. 57 из Нижегородской области и четверо из Сарова. Ребята не только решали конкурсные задания, но и посещали площадки от партнеров, участвовали в играх, получали за это памятные подарки. Многие финалисты «Большой перемены», активисты общественных организаций проводят акции и волонтерят в своих городах и регионах. Именно такая молодежь доходит до финала. Ведь там у них проверяют умение генерировать идеи, организовывать работу в команде, защищать проект. С первого класса, под руководством моего наставника Дудина Галины Викторовны, я занимаюсь разработкой социальных проектов, которые решают социально значимые проблемы. Например, один из последних – это проект «Спасибо за жизнь», который был направлен на увековечение и сохранение исторической памяти о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы с заинтересованными гражданами при поддержке администрации города Сарова посади аллею памяти. Дарья Чумакова увлекается биологией и химией. Ее идеи посвящены решению экологических проблем. Открою нам свои тайны «Тикун» – проект, в рамках которого девушка разработала туристический маршрут. Ее идея привлекла внимание регионального министра экологии и представителей Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовии. 7-4 с домашней победой над принципиальным противником «Стартом» из Таншаева начался новый хоккейный сезон для саровской команды. Выиграть помогал решительный настрой, спортивный азарт и, конечно, поддержка саровских болельщиков. Четыре безответные шайбы ворота противника в первом периоде. Так началась первая игра сезона чемпионата Нижегородской области для саровских хоккеистов. На льду Хоккасаров встретился со своим принципиальным соперником – «Стартом» из Таншаева. Наша команда сразу настроилась решительно и хорошо повела первый период. Для Таншаева хоккейный сезон чемпионата начался неудачно. Сейчас игроки вынуждены выходить на лед в ослабленном составе. «Прошлогодний лидер Слава Плотичкин получил травму еще в том сезоне. Сейчас он восстанавливается после операции. В целом Антон Простотин получил в игре с Вачей травму плеча, если не ошибаюсь. И просто ребята уже не хотят на области играть, травмироваться. Вячеслав Плотичкин может вернуться еще к нам. Но пока точно все сказали, что на старт сезона никто не придет». Начать сезон сухой победы нашим хоккеистам не удалось. Во втором периоде старт собрался с силами и показал свой характер. В ворота Саровчан прилетело три гола. В третьем периоде соперники обменялись по одной шайбе. По итогу хоккейный клуб «Саров» завершил игру со счетом 7-4. «Игра была не совсем тяжелой. Играли с соперниками, с финалистами прошлого года. Вышли, заранее поговорили, дали бой и выиграли. Ажиотаж очень сумасшественный. Все болельщики молодцы, много приходят. Спасибо, что болеют. Нам очень приятно играть при таких трибунах». На протяжении трех лет Саров проигрывал Таншаеву в полуфинале чемпионата Высшей лиги. В прошлом сезоне давние соперники встретились в финале. И ХК «Саров» завоевал первый в своей истории титул чемпионов. Как сказал тренер Сергей Макеичев, сейчас главная задача на сезон для наших хоккеистов – защитить титул. Ведь планку ХК «Саров» поднял очень высоко. «Первая игра – это самые тяжелые. Первые и последние, как бы говорят, самые тяжелые игры. Установка была такая, начать хорошо, что и получилось. Но потом опять у нас на те же игры наступаем. Думаем, что сейчас 5-0 провели и спокойненько. Люди играют, все команды играют до конца. Поэтому немножко тут интрига создалась, но в итоге все спокойно, нормально, доиграли». Открытие нового сезона чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд Высшей лиги стало настоящим праздником для болельщиков. На входе в Ледовый дворец зрители встречали ростовые куклы, аквагрим, военный оркестр и другие активности. После развлекательной программы плавно перетекла в торжественную церемонию на Ледовой арене. Следующая игра сезона состоится на выезде в Лыскове. А в субботу, 19 ноября, Саров встретится на домашнем льду с командой из Княгинина. Начало в 13 часов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok